Общепланетарное транспортное средство ОТС Это передовая технологическая концепция инженера Анатолия Юницкого Предлагающая создание масштабного геокосмического летательного аппарата Для безракетного освоения ближнего космоса Благодаря этой инновации сможет быть решена глобальная задача По сохранению биосферы планеты Индустриальные предприятия будут вынесены на околоземную орбиту А пассажирские перевозки и грузопотоки Обеспечит трансфер продукции и обслуживающих специалистов Строительство взлетно-посадочного комплекса Для общепланетарного транспортного средства Требует разработки и применения уникального сооружения Эвториальной эстакады Охватывающей планету и совмещенной с транспортными коммуникациями Энергетическими и информационными системами Данная конструкция будет служить опорой для АТС Обеспечит равномерное распределение грузов и пассажиров Ее протяженность составит 40 075 км А масса грузовного АТС достигнет 40 млн тонн Безусловно, для создания экваториальной коммуникационной эстакады Необходимо использование широкого спектра технических решений Начиная с разработки строительных конструкций Специального подвижного состава И заканчивая энергобеспечением и системами Интеллектуального управления геокосмической транспортной инфраструктурой Все они должны строго соответствовать стандартам безопасности и эффективности Которые необходимы для обеспечения надежной бесперебойной эксплуатации Овшепланетарного летательного аппарата Особенно важно соблюдение всех параметров в океанических зонах Которые составляют около 80% от общей длины экватора На участках глубиной океана более 100 метров Предпочтительным решением является использование плавучих опор Так как размещение их на дне значительно увеличивает стоимость Либо невозможно технически Так как средняя глубина океана по экватору составляет 4 километра Не менее строгие требования предъявляются глобальной ровности взлета-посадочной полосы АТС Они обусловлены космическими скоростями движения леточных маховиков Размещенных в атомных каналах Их планируемая скорость во время взлета и посадки АТС Составит около 12 километров в секунду Что превышает вторую космическую скорость для планеты Земля Общепланетарное транспортное средство Это гораздо более глобальная концепция Чем просто геокошмический летательный аппарат Проект выходит далеко за рамки обычных полетов в космос и обратно Воплощая в себе идею комплексной инфраструктуры Экваториальный взлетно-посадочный комплекс СТС Должен также обеспечить все необходимые коммуникации вдоль нового типа поселения Экваториально-линейного города кластерного типа Экваториальным транспортным коммуникациям будет принадлежать одна из главенствующих ролей И исполнить ее смогут комплексы ЮСТ Которые уже сегодня разработаны в белорусской компании Юницкий Стринг Техноложис Эти инновационные подходы к эффективной геокосмической логистике Откроют путь для сотен миллионов тонн грузов и пассажиров в год По маршруту Земля-орбита-Земля Для отправки в космос грузы и пассажиры будут направлены по Международной наземной транспортно-инфраструктурной сети Юнет Грузопассажирским модулям, распределенным по акватору вдоль корпуса АТС В свою очередь, продукция, произведенная в космосе Будет доставлена наземную для нужд всего человечества Численность которого к тому времени достигнет 10 миллиардов Таким образом, общепланетарное транспортное средство Позволит совершить глобальное промышленное освоение космоса И обеспечит доступ к его неграничным ресурсам А сейчас давайте подробнее рассмотрим устройство эстакады Общепланетарного транспортного средства на океанических участках Здесь необходимо отметить, что АТС проектируется для условий Присущих экваториальной плоскости планеты Где ускорение свободного падения 9,87 метров в секунду в квадрате Вертикальный радиус взлетно-пассажившей полосы 6378,1 километра А среднегодовая температура воды и воздуха плюс 28 градусов Цельсия На пути действующих морских логистических коридоров Эстакада АТС не должна препятствовать движению самых больших кораблей Имеющихся на планете Поэтому при проектировании расстояния между смежными опорами И подмостовых габаритов Размещение подводных элементов конструкции Учитываются и эти требования На остальных морских участках эстакада должна обеспечить Проход менее крупных рыболовных судов и парусников Поэтому здесь подмостовые габариты Могут иметь более компактный размер Исходя из вышеописанных условий Плавучая экваториальная эстакада Имеет среднюю длину пролетов до 200 метров При высоте несущей рельс со струнной фермы равной 10 метров Подмостовой габарит на основной части эстакады равен 30 метрам Что обеспечит проход большинства типов парусников и судов Для обеспечения проходов всех типов судов Включая самые высокие, самые широкие и с самой большой осадкой В морских судоходных коридорах шириной 200-300 километров Высота надводной части опоры увеличена до 90 метров Глубина размещения и газотанной стабилизирующей тяги до 30 метров Шина пролетов увеличена вдвое до 400 метров В пределах морских судоходных коридоров Несущая ферма выполнена по синусоидальной кривой С фертикальными кривыми, вогнутыми и выпуклыми Радицы которых отличаются от радица земли в меньшую сторону не более чем на 10% Плавучая эстакада заякрана на дне с помощью системы тяг Имеющих жесткую пространственную конфигурацию Это обеспечит необходимую стабильность взлетно-посадочной полосы Во время функционирования АТС Независимо от ветра и океанических течений Для обеспечения стабильности вертикального положения опоры Снабжены обтекаемыми противовесами тарельчатой формы Чтобы минимизировать дестабилизирующие усилия Создаваемые глубинными течениями Необходимую плавучесть эстакаде обеспечивают поплавки Расположенные на глубине порядка 5 метров Это ниже минимального уровня морской волны на акваторе Поплавки имеют избыточную плавучесть И удерживаются на нужной глубине предварительно напряженными тягами Прикрепленными к якорям Эстакада также снабжена аварийными поплавками Размещенными над поверхностью воды Эстакада АТС не затонет А опустится на них в случае потери плавучести штатными поплавками Аварийные поплавки выполнены как жилые модули И небольшие цеха для проживания и работы обслуживающего персонала Общепланетарное транспортное средство имеет корпус И линейные маховики Размещенные в вакуумных каналах Которые снабжены системами магнитного подвешивания И линейными электродвигателями Подвесные пассажирские и грузовые модули Выполнены парными Размещены с интервалом порядка 500 метров Имеют массу около 50 тонн Общая масса всех модулей Размещенных по всей длине АТС до 10 миллионов тонн Для обеспечения взлета и посадки АТС С определенной газетальной скоростью Модули снабжены колесными шасси Что обеспечит при необходимости Возможность посадки на полосу С продонной скоростью до 250 км в час Примерно с такой же скоростью Садятся и тяжелые самолеты Для маневрирования АТС Снабжено небольшими Гранатальными и вертикальными крыльями Это позволит при необходимости Осуществлять посадку в самолетном режиме Когда весь вес летательного аппарата Держат только крылья Кроме того, наличие вертикально расположенных крыльев Позволит АТС осуществлять при посадке на землю маневр Газонтальное перемещение в бок от экватора На расстоянии до 1000 км Например, если бактериальное течение Все-таки отнесут часть взлетно-посадочного комплекса От проектной линии Даже на несколько километров в любую сторону от экватора Это не отразится на штатном функционировании АТС Несущая ферма эстакады Выполнена струнной Она предварительно напряжена в продольном направлении Все линейные элементы фермы Растянуты в продольном направлении Таким образом, чтобы во всем штатном диапазоне нагружений Это весовые и ветровые нагрузки Температурные усилия и другое Они не испытывали бы сжимающих усилий И были всегда растянутыми Ферма выполнена неразрезной По всей своей длине она не имеет температурных швов и стыков Для обеспечения геокосмической логистики И доставки пассажиров и грузов К любому пассажирскому или грузовому модулю АТС При его нахождении на взлетно-посадочной полосе Эстакада имеет два навесных берельсовых грузопассажирских комплекса ЮСТ При этом комплексы ЮСТ городского типа Со скоростью движения до 200 км в час Имеют резкострунную путевую структуру И находятся на верхнем ярусе несущей фермы эстакады А междугороднего типа Со скоростью движения до 600 км в час Размещены на нижнем ярусе Путевые структуры ЮСТ Спроектированы под подвижную нагрузку весом до 50 тонн Что позволит перевозить по ней к месту размещения АТС И геокосмические модули Заранее размещенными в них пассажирами и грузами Пассажирские станции и грузовые терминалы На городском ЮСТ запроектированы в среднем через каждый километр А в высокоскоростном ЮСТ через 100 км Для обслуживания комплекса ЮСТ вдоль всей эстакады Выполнены пешеходные дорожки По которым может также перемещаться и малогабаритная техника На предыдущих международных конференциях Безракетная индустриализация ближнего космоса Проблемы, идеи, проекты Проходивших в 2019-2022 годах Обсуждались различные подходы к строительству взлетно-посадочной эстакады Общепланетарного транспортного средства Предложенные решения были материалы емкими и дорогостоящими Комплексный подход с новыми конструктивными и технологическими решениями Позволяет существенно в разы сократить стоимость взлетно-посадочных комплекса АТС Путем совмещения средств со струнными дорогами ЮСТ И элементами инфраструктуры экваториального линейного города Например, после оптимизации Этот сложнейший океанический экваториальный комплекс Оказался более чем в два раза дешевле Значительно более простого решения Сухопутного дубайского монорельса Стоимость последнего составила 73 миллиона долларов за один километр В ценах 2008 года Или более 100 миллионов в ценах 2023 года В то время как создание плавучей взлетно-посадочной эстакады АТС На океанических участках со средней глубиной 4 километра Обойдется в 21 миллион долларов за километр Стоимость экваториальной транспортно-инфраструктурной сети ЮНЕТ Совмещенной на океанических участках С плавучей взлетно-посадочной эстакадой АТС Составит 14 миллионов долларов за километр Возведение жилой и производственной инфраструктуры Совмещенной на океанических участках С транспортно-инфраструктурной сетью ЮНЕТ И плавучей взлетно-посадочной эстакадой АТС Будет стоить 5 миллионов долларов за километр В итоге общая стоимость океанических участков взлетно-посадочного комплекса АТС Составит 40 миллионов долларов за километр Необходимо отметить, что предложенные выше решения Не ограничиваются их использованием только на океанических участках Они также могут быть применены на суше И при создании транспортно-инфраструктурных коридоров Эстакадного типа в линейных городах Ю-Сити Включая экваториальный линейный город Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok